этот датчик давления я покупал еще в конце 2017 года получил сразу после нового года насчет обзора думал но сперва не было возможности установить их в колеса а потом как-то все забывал даже думал уже и не обозревать но когда упомянул о том что пользуюсь такими датчиками в одной из распродаж мне в личку написала человек 10 просьбы сделать хотя бы краткий обзор поэтому и делаю данный обзор и так датчик давления температуры в колесах zip in 10220 покупался на одной из распродаж честно сказать долго думал нужен ли он мне но решился датчики бывают двух видов внутренние и внешние внешние дешевле и проще установить но есть один минус их может открутить кто угодно да и они действительно привлекают внимание у внутренних такого минуса нету зато у них есть другой минус чтобы их установить надо полностью перебартировать колеса а еще один неочевидный минус шиномонтажных мастерских мне просто никто не хотел ставить эти датчики в колеса смотрели как на какие-то инопланетные технологии и со словами не братан и краткая не возьмусь еще сломаю что-нибудь в итоге только в четвертый по счету шиномонтажки согласились поставить но все по порядку датчик приходит в хорошего вида коробки на подарок так прям отличный вариант эта покупка из разряда сам мало кто купит а в подарок бы получить был бы счастлив как видим коробка идет под разные варианты датчиков внутренняя наружняя и модулей питание от прикуривателя питание от солнечной панели комплектация 4 внутренних датчика 4 винта 4 соска кстати их правильное название вентиль колесный основной модули липкая наклейка для установки модуля на панель подробнее сосок точнее вентиль колесный в разборе изготовлен из металла устанавливается в колесо изнутри и прижимается с наружной стороны с помощью гайки также изнутри к соску с помощью винта устанавливается датчик каждый датчик подписан и отвечает за свое колесо rr и rl заднее правое и заднее левое и fr и fl переднее правое и переднее левое сам датчик можно разобрать он работает от литиевой батарейки формата kr 2050 by для разбора удобнее всего пользоваться монеткой полностью в сборе датчик выглядит вот так именно в таком виде он и устанавливается внутрь колеса а для того чтобы видеть что показывают датчики в салон устанавливается модуль с дисплеем питание модуля производится от внутреннего аккумулятора который заряжается от встроенной в верхнюю часть модуля солнечной панели тут же сверху находятся три кнопки для включения и настройки нижняя сторона по бокам имеются вентиляционные отверстия а на левом боку есть порт micro usb для подзарядки если питание от солнца недостаточно лицевая сторона модули отведена под отображение информации с датчиков в верхнем левом углу указано что выбрано отображать температуру в градусах цельсия слева снизу давление в барах ба желтые цифры напротив каждого колеса отображают температуру внутри колеса белые цифры отображают давление в правом нижнем углу указан уровень заряда аккумулятора в верхнем правом углу также появляется значок солнце который показывает что в данный момент модуль заряжается от солнечной панели далее расскажу про установку как уже говорил выше найти мастера согласно установить датчики в колеса оказалось то еще проблемой сперва я показывал им всю коробку с датчиками сразу плювались отказывались потом уже просто показывал один датчик с соском и говорил что надо поменять все соски в колесах тогда только согласились по сути ничего сложного в установке нету устанавливал на mazda кронос после установки в каждое колесо по словам шиномонтажника задута по двум атм на модуле отображаются 16 ба температура внутри колес 0 градусов пока так и вижу так как мой насос также показывает что в колесах по двум атмосферы датчики немного занижают давление с чем это связано не знаю по информации с магазина модуль может показывать температуру от 40 градусов до плюс 125 на этом фото сделанном в ночное время можно увидеть что под температуру в датчике имеется три сегмента цифр а для давления 2 сегмента также заметил что в разное время суток в зависимости от температуры окружающей среды показатели давления могут меняться заключение девайс в целом рабочий занижение показаний давления судя по огромному количеству отзывов замечено только в моем экземпляре пока написал продавцу но ответа еще не получил на странице заказа куча положительных отзывов с фотографиями модуль заряжается только от солнечного света заряженные батареи хватает надолго ни разу не возникло потребности подзарядить модуль через usb разъем при эксплуатации батареи всегда показывает как полная утром когда прихожу в машину даже после ночной стоянки аккумулятор показывает полный в модуле установлен динамик теперь если вдруг окажется что у меня спущено колесо при движении не только модуль начнет громко пищать также и при превышении температуры пределы температур и пределы давления задаются в настройках для этого нужно зажать центральную кнопку на модуля и пошагово пройти все этапы настройки делается один раз на этом обзор заканчиваю желаю всем только радующих покупок пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!